Ну что, здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! Привет! С вами Роман Карасьев, и сегодня я нахожусь в гостях в редакции журнала Мурзилка, столетие которого отмечается в этом году, и это большая дата для такого, ну, не побоюсь слова сказать, наверное, грандиозного проекта. И мой собеседник Игорь Загоруйко, мы с Игорем познакомились 10 лет назад на празднике «Каскад приглашает друзей», фестиваль был такой в Сергиевом Посаде, нас познакомил Юра Крещук, и там праздновалось тоже 90-летие тогда журнала Мурзилка, а сегодня, вот, спустя 10 лет, мы уже вновь... Мы снова вместе! Мы снова вместе, ну, мы как бы и продолжали всегда как-то быть вместе, вот, потому что, вот, я считаю, что образовательные проекты очень важны, не только в области, там, литературы, искусства, но в то же время в области физической культуры, и мы, конечно же, поговорим сегодня о журнале Мурзилка в том контексте, как он нес на протяжении 100 лет вот такую воспитательную деятельность в области физической культуры. И не только. Да, и не только. Вот, кстати, у Игоря, вот, первый номер журнала Мурзилка, и Мурзилка тут на лыжах. Кстати говоря, да. Да, вот вам явный пример того, что здорового образа жизни, да. Ну, во-первых, от себя, Игорь, хочу поздравить вас со столетием журнала. Спасибо большое. Хотя, ну, точная дата это май, да, такое празднуется, но все-таки год юбилейный, в общем масштабе празднуется целый год. Вас поздравляю, Игорь. Спасибо. И надеюсь, что мы с вами увидимся и на 200-летии журнала. Вот, если мы будем на лыжах кататься. Ну, и, конечно же, начнем, давайте, Игорь, с того, что вы расскажете немножко о том, какая основная идея вот на сегодняшний день и, конечно же, в самом начале этапе пути, когда создавался «Мурзилка», какая идея этого издания была заложена и сегодня продолжается. Это первый номер журнала «Мурзилка» 2024 года. И здесь мы как раз вот на первой странице рассказываем о том, что нам 100 лет. Это к вопросу о том, а что вот за эти 100 лет произошло, каким образом журнал «Мурзилка» что он нес, что называется, вот детям. И удивительная вещь. Вот прошел вот этот исторический период, 100 лет. На новом витке истории мы занимаемся примерно тем же самым, чем занимались 100 лет назад. Мы детям новой страны дарим отдушину, такое литературно-художественное, что называется. То есть дарим им то, к чему стремится каждый ребенок. Что-то такое веселое, что-то такое радостное, что-то такое интересное, что называется, что может действительно зацепить как-то на что-то настроить, на такое хорошее, позитивное, как сейчас модно говорить. И, наверное, все-таки у «Мурзилки» действительно это было на протяжении всех этих 100 лет самой главной миссией, что называется, нести такое доброе вечное. Вот как сейчас мы говорим, ценности, ценности. Это в очередной раз, что называется, на очередном витке истории вернулось к нам. И мы начинаем осознавать себя как те, кто действительно вот эти ценности должен сберечь и должен передать новым поколениям. Вот журнал «Мурзилка», наверное, все-таки это удалось сделать. Через 100 лет пронести эти традиции, качественной, доброй, такой светлой, что называется, литературы для детей, поэзии, книжной вот этой иллюстрации. Ну, по большому счету, ведь те иллюстраторы, которые иллюстрируют произведения в журнале «Мурзилка», они же не только в журнале «Мурзилка» работают, они же все-таки и книжки тоже иллюстрируют. И вот книжная графика «Мурзилки» – это действительно тоже наше все, что называется. У нас даже вышел специальный альбом, такой, можно сказать, альбом-каталог. Называется он «Художники Мурзилки» 1924-2013 год. Это к 90-летию журнал «Мурзилка» у нас такой был проект с издательством «Тримак». И там у нас опубликованы практически все эти художники, которые рисовали в «Мурзилке» за все те полные 90 лет. И очень интересная книжка получилась, очень интересные образы мы видим в этой книжке, потому что вот как раз на примере того, что рисовали художники, а ведь они не просто рисовали, они же иллюстрировали произведения. И очень интересно, вот проследите, что называется, вот этот вот визуальный ряд, который с 1924 по 2013 год присутствовал в журнале «Мурзилка». И вот прямо вот видно. Видно то, ради чего журнал все эти 100 лет существовал. И существует до сих пор. И будет существовать в принципе. Игорь, ну, конечно же, журнал, он такой всеобъемлющий, да, и затрагивает разные стороны воспитания молодого поколения. Это воспитание через литературу, искусство, музыку, творчество. И немаловажную роль, конечно же, играет и воспитание здорового поколения, да. Потому что, как говорится, береги здоровье с молоду, и тогда ты сможешь наиболее качественно прожить жизнь, и, значит, принести пользу обществу, в котором ты живешь, да. И здоровье играет большую роль. Вот, не могу не задать вопрос, как на протяжении, может быть, конечно, сейчас сложно будет вам сказать, как в прошлое, да, там, десятилетия, этот вопрос освещался в журнале. Но хотя бы вот как вот в тот период, когда вы уже работаете в журнале, как освещался и освещается вопрос в журнале с точки зрения физкультуры, спорта, здоровья. Журнал «Мурзилка» с самого начала перед собой ставил целью стать вот как бы такой частью жизни ребенка. И если полистать, к примеру, допустим, номера 20-х годов, то там, конечно, очень интересно столкнуться с материалом, к примеру, посвященным тому, что нужно мыть руки, чистить зубы, причесываться, выглядеть опрятно. Ну, в общем, вот буквально вот такие вещи маленькому человечку с изнамальства объясняли и прививали определенный какой-то вкус, да. То же самое было с физической культурой. С практически первых номеров всегда в журнале были материалы, которые освещали что-нибудь связанное с тем, что нужно делать физкультуру, что нужно трудиться. Ну, трудиться имеется в виду физически трудиться, не просто там сидеть, там читать чего-то, да. И это тоже из номера в номер освещалось, из номера в номер публиковались либо какие-то рассказы, либо какие-то стихи, либо иллюстрации, которые показывали маленькому человечку, что вот его такие же ребята, его сверстники занимаются спортом, трудятся в полях, там помогают родителям, но что-то в этом духе. И уже ближе к 30-м годам, когда уже страна уже окрепла, появились уже материалы, действительно более такие, ну, скажем так, ну, я бы их назвал такие более солидные, что называется, более такие серьезные, более такие, ну, не то чтобы академичные, но такие уже со знанием дела, рассказывающие, объясняющие детям, что такое физкультура, какие упражнения нужно делать, там периодически даже публиковались рисунки, как делать утреннюю зарядку, к примеру, либо появлялись материалы, посвященные активным играм на улице, на свежем воздухе, а этим играм всегда Мурзилка уделял такое очень большое внимание. Рассказывала Мурзилка детям и о спорте, причем о таком спорте больших достижений, конечно, называется. И это тоже всегда присутствовало в журнале, потому что журнал на тот момент, это вот уже, ну, середина, там, 30-х, уже дальше в 50-е, 60-е, уже туда будем смотреть, вот в эти года уже видно было, что, ну, скажем так, у страны есть очень серьезная, ну, такая политика, направленная на воспитание здорового поколения, что называется, здорового советского человека, если так можно сказать. И работа по вот этому воспитанию, она начиналась вот буквально с младшей школы, старших групп детских садов. И это вот было очень важно, и журнал этому постоянно уделял внимание. И до сих пор, вот Роман только что показал вот эту обложку, да, действительно, и журнал до сих пор рассказывает, показывает детям о том, что такое спорт, что такое физическая культура. К примеру, в 2014 году, когда проходила Олимпиада, зимняя Олимпиада в Сочи, журнал очень много сделал публикаций, посвященных Олимпиаде, посвященных спорту. Мало того, у журнала к тому же моменту уже был сайт, и была группа ВКонтакте, большая уже на тот момент, и там очень много было публикаций, и в группе ВКонтакте мы даже сделали специальный такой видеоподкаст, так его назовем, который был посвящен Олимпиаде. Мурзилка там у нас был комментатором таким спортивным, который, ну, журналист-комментатором такой вот был. Ну, он же, в принципе, у нас журналист, да, поэтому он может в разные ипостаси, что называется, в разных ипостасях выступать. И он там как раз вместе с еще одним таким мальчишечкой рассказывал детям об олимпийских видах спорт. То есть вот Мурзилка как тот, кто должен детям что-то, ну, не то, что и должен, призвание которому, скажем так, рассказывать детям о чем-то очень важном, он всегда в это во все был очень серьезно вовлечен. Десять лет назад началась такая, ну, наверное, очень серьезная дружба Мурзилки с джюдо. Да. И в начале нашей беседы мы уже сказали о нашем знакомстве, которое началось в клубе джюдо «Каскад» в Сергиевом Посаде. Вот за этот период, на ваш взгляд, вот эта дружба с джюдо как-то повлияла на Мурзилку, на его восприятие жизни, или, может быть, Мурзилка как-то повлиял на джюдоистов? Ну, я очень надеюсь на синергию, так называемую, что и там, и там было свое влияние. Что я имею в виду? Сразу после того, как у нас случился вот этот вот юбилейный фестиваль джюдо, который, финал которого прошел в Сергиевом Посаде, два дня шло мероприятие, очень красивое, очень такое яркое, насыщенное. Мурзилке было очень приятно, на самом деле, там присутствовать, потому что и на дипломах, и на кубках, на всех наградах присутствовала Мурзилка, и это действительно ему в некотором смысле польстило, скажем так. Поэтому, конечно, вот эта вовлеченность в спорт прям таким вот самым непосредственным образом ему была прям вот, ну, как сказать, не то чтобы прият, нет, он был, можно сказать, просто счастлив от того, что вот он во все вот так вот плотно вовлечен. Вот непосредственно участник этого всего. На самом фестивале, ну, на финале, даже появилась интересная публикация автором, который, кстати, был Юрий Крещук, он написал рассказ о том, как Мурзилка познакомился с дзюдо. И усилиями, как бы, вот, организаторов этого мероприятия Мурзилка у нас оделся в кимоно, он появился там впервые, на самом деле, в кимоно при той аудитории, которая туда пришла, и все были очень рады, на самом деле, видеть Мурзилку именно в таком вот, в таком виде, как говорится, в спортивном таком, с поясом, кимоно действительно он такой стоит, там, веселый такой, задорный. Вот это, наверное, такая вот веха в его истории очень серьезная, потому что, ну, вот так буквально взять и стать другом дзюдо, вот буквально так, хоп, ну, как любой сказочный образ, как любой сказочный герой, они же там умеют как-то перевоплощаться. Вот Мурзилка взял и перевоплотился в дзюдоистов такого. А потом, уже чуть позже, усилиями Романа Карасева, Мурзилка задружился непосредственно с целой программой, автором которой являлся как раз вот Роман Карасев. И он эту программу поддержал в девятнадцатом году, Да. В девятнадцатом году прям вот, что называется, с благословения Татьяны Филиппо на «Сарство небесное». Вот как раз запустилась эта программа, Роман специально приезжал, мы тут специально прям делали фотосессию, посвященную тому, как вот мы начинаем, что называется, с дзюдо, вот таким вот образом, не то чтобы дружить, а уже как-то так плотно взаимодействовать на какой-то более серьезной основе, что называется. Да, я так добавлю, наверное, Мурзилка стал полноправным гражданином планеты дзюдо. Во! Вот так можно сказать. Да. И, конечно же, спасибо и Татьяне Филипповне за то, что она поддержала вот это вот, так сказать, ну так назовем, приезд Мурзилки на планету дзюдо. Или командировку. Или командировку, да. Да, и спасибо Игорю. Да, был, продолжается, конечно же, вот тот проект, который мы предложили, это концепция воспитания культуры человека через физическую культуру и спорт. Мурзилка. Кстати, называется эта программа. Да. И мы проехали по городам России, и журнал Мурзилка присутствовал с нами всегда. И Мурзилка в кимоно присутствовал. И в кимоно присутствовал, да. Конечно же, такими вот совместными усилиями мы стараемся, ну вот, наверное, образование и культуру, и воспитание подрастающего поколения осуществлять и дзюдо как некий такой вот средство, наверное, используем, да. Какие вот планы сегодня у Мурзилки на следующий век? У спортсменов есть, ну, как бы высшая мечта, это Олимпиада. И есть так называемый Олимпийский цикл подготовки четырехлетней, да. Все планируют вот на Олимпийские игры. И, ну, мы планируем немножко вот на следующий век, да. Все-таки... Я почему-то сразу так и понял. Вот. Ну, представим, что это вот такая вот Олимпиада для Мурзилки. Планы, наверное, такие же, как и в начале прошлого века. План очень важный. Заключается он в том, чтобы страсть или любовь или симпатия, скажем так, к чтению у детей вот в этом возрасте не то, чтобы проявлялась, она зарождалась. Причем становилась это частью жизни вот маленького человечка и частью некоторой такой потребности к тому, чтобы что-то в руках, вот, как журнал Мурзилка, как любая другая книжка, чтобы вот это было в руках. Чтобы был в руках не смартфон какой-нибудь, которым там, конечно, может быть, интереснее, но вот это вот как раз то, что ребенка развивает, то, что дает действительно ему очень важный такой старт, такой трамплин, что называется, в его, ну, скажем так, человеческом, духовном, интеллектуальном росте. То, без чего нельзя, на самом деле, без вот этих когнитимых, что называется, навыков. И вот это как раз мы ставим перед собой задачу, вот это самое главное, по большому счету, чтобы у детей действительно представление о том, что такое жизнь вокруг, формировалась правильно. Музелка старается делать. Формировать правильные посылы, формировать правильные цели, правильные ценности, ретранслировать и передавать из поколения в поколение ценности, что на самом деле очень важно. Вот мы сейчас это поняли буквально. Такое время очень интересно, с такой злом очередной, такой цивилизационный. И вдруг, вот когда такие события очень важные происходят, ты вдруг начинаешь это очень сильно, ну, как-то понимать, наверное, настолько обостренно все это. Это как будто выпячивается каким-то образом вот эта вся история. И, наверное, действительно перед нами такая же задача стоит, как в прошлом веке. Потому что в прошлом веке, 24-й год, что это такое? Это буквально 7 лет назад прогремели все эти октябрьские перевороты, как и большевики называли в прежних исторических документах. Потом это назвали Великой Октябрьской Социалистической Революцией. Страна только-только пережила гражданскую войну. Начиналось после военной вот это строительство новой страны. И еще было много чего неясно. И страна делала только первые шаги в своем развитии. Но уже тогда заметьте, уже тогда страна задумывалась о том, что есть дети. И эти дети должны расти и воспитываться ну скажем так правильно. В каком-то вот таком правильном ключе, что называется. Детей нельзя оставлять без внимания. И вот для детей был журнал Морозилка создан. И сейчас, я думаю, вот у нас такая же точная миссия продолжать то, что мы делали сто лет. Нести добрая вечная, нести эти ценности, нести культуру, как говорится, быть вот этим вот маленьким очагом этой культуры. Ну, таким маленьким в каком смысле? Маленьким пока еще по размерам имеется в виду. Для маленькой аудитории. Понятное дело, что когда она вырастает, журнал Морозилка позволяет этой аудитории расти интеллектуально выше, быстрее, может быть, и становиться лучше. Как человек. Ну, мне кажется, это самое главное. Ну, а что касается дзюдо или там спорта, безусловно, Морозилка продолжит и эту свою миссию, потому что, ну, его же цель рассказать о том, как говорится, что такое хорошо и что такое плохо. И, ну, заниматься спортом, безусловно, хорошо, согласитесь. Что тут плохого, что называется? Ну, вот, поэтому, конечно же, это тоже Морозилка будет делать. То есть, он продолжит свою вот эту миссию, ну, как миссию не продолжает, она одна, единственная всю жизнь, но он продолжит следовать этой миссии, скажем так, может быть, на новом каком-то информационном уровне, новом каком-то писательском, там, не знаю, там, изобразительном уровне, потому что, ну, понятное дело, что 21 века, естественно, те рисунки, которые там были в начале прошлого века, ну, несопоставимы с тем, что рисуют наши художники сейчас, тексты прошлого века, ну, может, действительно, конкурировать сейчас не будут по своей художественной ценности с тем, что и как сейчас пишут нынешние авторы. Но, опять же, век прошел, как бы, время изменилось, и, наверное, Морозилка действительно должен быть и современным, в том числе, безусловно. Но я хочу дополнить, Игорь, что, конечно же, меняется, да, добавляются новые технологии и так далее, но все-таки у человека до сих пор так и остались две ноги, две руки, туловище и голова. И все это на скелете. И все это на скелете, да. А скелет соединен мышцами. Да. А для того, чтобы качественно функционировало наше тело, регулярные занятия физической культурой, спортом, вовлеченность детей в эти процессы с самого раннего возраста, да, объяснение важности этих регулярных систематических занятий, она важна. И, конечно же, Морозилка все-таки, показывая на своем примере, все-таки 100 лет, это возраст, так сказать, серьезный, да, что вот он до сих пор, вот видите, на лыжах, в дзюдо, ныряет, играет в теннис, поет песни и проявляет себя во всех, так сказать, делах, вот помогает зверюшкам. И главное, у него есть силы путешествовать по миру, распространяя доброту, так я назову. а это признак того, что Морозилка вовлечен в физическую культуру и спорт, то есть он поддерживает свое тело в таком рабочем состоянии. И я хочу, конечно же, пожелать Морозилке продолжать вот эту миссию, как вы сказали, да, Игорь, свою, образовательную, познавательную, воспитательную. и надеюсь, что Морозилка продолжит сотрудничество, не сотрудничество, продолжит быть гражданином планеты дзюдо. Конечно же, я с удовольствием поддержу, если Морозилка станет и гражданином планеты самбо, велосипеда и так далее, и тому подобное. Ну, а тем ребятам, джудаистам, самбистам, велосипедистам, я бы, конечно же, и родителям этих ребят рекомендовал все-таки обратить внимание на журнал Морозилка, потому что я думаю, что это все-таки даст дополнительную такую энергию для ваших детей и дополнительный инструмент вот ну, такого качественного воспитания. Вот. И я буду рад, если наши зрители, кто посмотрит наше с вами интервью, Игорь, ну, подпишутся на журнал Морозилка, присоединяйтесь к большой семье подписчиков Морозилка. Подписчиков. И оставайтесь здоровыми, оставайтесь веселыми, жизнерадостными, в себе оставляйте, наверное, вот это вот детство, детство озорное, веселое, даже несмотря на то, что у вас вот вдруг внезапно вырастет вот такая борода, вот, и вы как-то ставите в зеркало себя уже отличать от того маленького Ромы или Игоря, который был и когда-то в детстве читал. Так что всех еще раз приглашаю на планету дзюдо и журнал Морозилка. Еще раз благодарю Романа за сегодняшнюю встречу. Всех вас, ребята, я поздравляю с тем, что Морозилке в этом году сто лет. Очень интересная веха, действительно, такая очень своеобразная. Это даже иногда очень трудно осознать, поймите правильно. Всем нам, действительно, я очень искренне желаю, чтобы ближайшие несколько лет были на наполнены такими очень важными, созидательными и такими судьбоносными событиями для каждого из нас и для нашей страны. Потому что, я думаю, от того, что произойдет в ближайшие годы, это будет очень хорошим стартом в том, чтобы наша страна преобразилась, стала лучше, сильнее. И наши дети благодаря вам и вашим усилиям стали читателями не только Морозилки, а много из, но, скажем так, не только Морозилки, но еще многого-многого того, что написано, создано нашими авторами для детей. Это очень важно на самом деле. Спасибо, Игорь. И до новых встреч. Не забывайте смотреть канал Планета Дзюдов. Планета Дзюдов.